Царю Небесный Исполняй сокровище благих И жизни подателю Приди и вселися вны И в очистины всякие скверны И спаси блаже души наши Господи благослови Наталья спрашивает Что есть мерило правильности выбранного пути для христианина? Сердце ржавое, совесть измученная, нет доверия себе И в то же время необходимо принимать решения каждый день Будучи еще и ответственной за ребенка-инвалида Ой, много о разном можно говорить Что есть мера Я бы вот сейчас сказал Об одном критерии Когда живет человек в духовной жизни У него как-то более-менее правильно выстроено все У него ум становится проще А когда ум становится проще Он видит Правильнее Вот чаще всего бывает горе от ума Когда в голове каша мыслей Даже добрых, даже самых святых, духовных, казалось бы Но в этой каше чаще всего Вот мы захлебываемся Теряем правильные ориентиры Потому что у нас в голове туман Вот я даже по вашему вопросу вижу Что у вас слишком много мыслей Пусть эти мысли будут осторожные Сатана их переведет в чрезмерно осторожные Пусть эти мысли будут якобы святые, духовные Сатана их усугубит Чтобы у вас были одни мысли Но не было духовной жизни Чтобы вся ваша жизнь Была просто бесконечным думанием о духовном Но духовной жизни вам некогда будет жить Поэтому много говорить можно о критериях Подумайте о вот этом критерии Когда у человека правильно выстроенная духовная жизнь У него становится все просто, определенно Как Господь говорит Да, да, нет, нет А когда человек живет духовно неправильно У него куча помыслов Куча помыслов даже на самое простое дело Которое, ну, да сделай ты просто И иди дальше еще одно дело И потом еще Но она обустроит вот это элементарное дело Такой кучей каких-то логических Элементарное дело делать не сможет Если мы говорим, что Настоящая духовная жизнь Это умное делание Это предполагает что-то делать с умом Со сложностью ума Настя Воронеж Как понять, батюшка, что я на верном пути спасения Вот поменьше понимайте А просто идите естественно Вот это вот очень связано с первым вопросом Слишком много мыслей Да идите вы, идите Спокойно Ориентиры Сложность ума Противоречивость в отношениях Подозрительность Постоянное оценивание Вот это Но это все опять Приходит к вашему внутреннему состоянию Да не надо много ума, чтобы спасаться Нужно много усердия Я часто вам привожу пример Вы меня спрашиваете Что вы О чем вы спрашивали Того-того старца Я говорю Да мне стыдно было спрашивать Потому что вдруг он мне навстречу скажет А ты что знаешь-то хоть делаешь Зачем ты спрашиваешь большего И мне придется опустить глаза и сказать Да я то, что знаю, то не делаю И он навстречу может мне сказать Вот исполнишь это Приходи Я тебе объясню, что делать дальше Не надо много ума Обычно сатана нас Вот этим высокоумием Обманывает В высокоумии нам кажется, что мы действительно Вот там О чем сейчас думаем, говорим А на самом деле мы очень низко Как человеческую справедливость Не переносить в духовное и не смешивать это? Как? Набейте шишек себе Со своей справедливостью Шишек набьете Обычно люди битые Они бывают более опытные И более осторожные Я думаю Я сомневаюсь, что у кого-то Получилось пройти духовный путь Не падая, не ошибаясь Но один это принимает В себе и становится мудрым К сведению принимает А другой так легкомысленно и идет Вот эта справедливость Ты справедливый Но ты один Ты говоришь о правде Но ты без духовника Потому что везде можно найти Справедливость, несправедливость Вадим Дорогой отец Сергий На какие качества Обратить внимание При выборе духовника? Чтобы борода была подлиннее Как у вас? Не, у меня коротковато Надо вот так Вы будете перенимать от него дух Поэтому смотрите его дух Что вы хотите получить? Не слово, а дух Что вы хотите, то и будете выбирать Хотите высокоумия Ищите умного Хотите смирения Ищите смиренного Дальше Ирина Сказано По вере вашей Да будет вам Если человек не верит В загробную жизнь И думает, что после смерти Все, тьма Что будет с его душой? Давайте я оставлю это На суд Божий Я не определяю его душу Куда-то Бог определит Но без Бога Мне лично страшно Безысходно как-то Все мы движемся к смерти Но неумолимо Каждый из нас Скоро умрет И это скоро Понятие относительное Для кого-то Сто лет кажется много Для кого-то мало Для кого-то Десять лет Вот сегодня Больные Неизлечимой болезнью Просят Бога Господи, дай мне год Для меня это будет Такой подарок А для кого-то Что такой год Начался и кончился Мы все неумолимо Идем к смерти И когда впереди Вперед смотрим Кажется, что-то есть А когда глянемся назад У порога смерти Вот это вот как Нет Куда человек попадет? Бог знает Я вообще так не люблю Когда вот так легко Ты в ад, ты в рай Бог определит Но лично мне тревожно За себя Если я буду без Бога умирать Мне тревожно Очень тревожно Неуютно Без Бога Ольга Собираюсь держать Великий пост А супруг против Говорит Держи в старости Как быть? Молчу И тянусь К познанию Христа Можно Великий пост Держать там Внутри Очень сокровенно Были первые Христианки Которые Апостол Павел Говорит Которые имели Мужей-язычников И были верными Добрыми Скромными Женами Их христианство Было внутри Внешнее Христианство Они Прятали внутрь Чтобы не раздражать Своих мужей Язычников И апостол Павел Говорит Что через некоторых Из таких Жен Мужья Пришли Потом Ко Христу Потому что Эти жены Не раздражали Мужей А наоборот Они со временем Рождали У мужей К ним Благоговение Не просто Страстную Любовь А благоговение Поэтому Попробуйте Держать Внутренний пост Если Мужи Раздражает Ваш Внешний Пост Больше Сделайте Его Внутренним А внешним Можно Пожертвовать Анастасия Как себя Принять У меня Нет сил На это Жизнь Отвращает Бороться С грехом Нет душевных Сил Познай Самого себя Осмириться Нет сил Не могу Себя Принять Тем Кем Я Себя Вижу Это Помыслы Вы Постоянно Находитесь В Помыслах В Оценке Себя В Оценке Событий В Планировании Завтрашнего Дня В 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 находитесь в помыслах, они вас удручают. А можно просто, постоянно, непрестанно думать о Христе. Вот в десятом классе какой-то мальчишка влюбился, и каждый урок думает о своей возлюбленной. Его спрашивают, он не слышит, он даже самолётики перестал пускать. Вот он где-то там сидит, у него постоянно светлая, добрая мысль, и его ловят на том, что он сидит и как дурак улыбается. На физике он не на физике. Вот если бы у нас всегда были мысли возле Христа, возле Божьей Матери, у нас было бы всегда хорошее настроение. Но у нас мысли, к сожалению, всегда возле чего-то плохого, возле каких-то искушений. Мы постоянно вот это перебираем, думаем об этом, носим в себе. Пимен Великий, по-моему, своему ученику сказал, ученик говорит, как спастись? Пимен говорит, имей всегда добрые мысли. Но добрые мысли о любом земном, это всё равно они относительны, потому что в земном плане настолько всё перемешано, добро со злом. Самая добрая мысль – это мысль о Христе. Поэтому мы занимаемся Иисусовой молитвой и говорим, Иисусе, 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 Иисусе. – Никита, батюшка, подскажите, пожалуйста, как быть? Выполнял не очень большое правило Иисусовой молитвы, получалось стабильно вставать на молитву. Но когда решил увеличить это правило вдвое, начались какие-то смуты и причины невыполнения его. И часто его оставлял. Вернулся к прежнему, небольшому. Как было мне правильно поступить в этой ситуации? – Да не увеличивайте сразу вдвое. Добавьте одну молитву, потом ещё, ещё, ещё. За год 365 молитв будет. Ну, Иисусовых, я не говорю, что псалмов. Но это я так условно говорю. Понемножечко, понемножечко добавляйте. А нам всегда хочется рвануть. Вот, вы говорите, сразу в два раза. Даже вот прыгуны вверх, которые прыгают, им же не ставят метр, потом сразу два, потом сразу три. Там добавляют-то по сантиметру. Дальше. – Виктор, почему после нескольких дней непрестанной молитвы и иногда возникает ощущение перенасыщения молитвы, как будто переел. Перетерпите это состояние, не анализируя. Просто делайте и делайте. В молитве бывают и утомления, и охлаждения, разные состояния, и разгорячения, разные состояния. Берите средний ровный темп и всё равно делайте, несмотря ни на что. Мягко, смиренно, нерывком. Делайте и делайте дальше. Дарья, Киев. Каждый день переполнен жестокостью, отчётами о потерях, смертях, а каждая ночь страхом, свистом, ракетой, стрельбой. Молитва стала ещё рассеянней. Исповедоваться, причащаться возможности пока нет. Как не озвереть в это время, не обижаться и не возненавидеть людей? Как не ослабить в вере и остаться человеком? Большое спасибо. Когда нас лично не касается, нам кажется, что во всём мире тише благодать. Но в мире каждый день происходит скорбь. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня вот в этом формате. Вчера в другом формате. Но мир постоянно наполнен скорбью. Но мы оцениваем мир форматом своего присутствия и своего мировоззрения. А Бог всегда живёт формат общий, сразу всё. И представляете, у нас сегодня мы здоровы, завтра больные, сегодня благополучные, завтра не очень. А Бог сразу всех живёт одновременно. И в него входят люди, находящиеся на войне, люди, находящиеся в онкологических больницах, люди, которых обманули, люди, которых оскорбили, и благополучные люди, и несчастные люди. Он живёт всех сразу одним вот этим впечатлением. Попробуйте жить мир через Бога, через Христа. Я недавно сёстрам приводил пример. Пока Сафроний Сахаров пытался, молодой Сафроний Сахаров, когда ещё был Николаем Сахаровым, в Первую мировую войну, пытался понять скорбь через самого себя, через своё «я». У него возникал протест к Богу, недоумение. Господи, столько страданий, а где же ты? Где-то очень тонко он чувствовал, что я, молодой Николай Сахаров, печалюсь о мире, «А ты равнодушный Бог, где же ты находишься?» И вот самый момент вот этого искушения, что вот я такой, а ты, Господи, какой? Ему является Христос, висящий на кресте, и задаёт ему вопрос, «Разве ты за них распялся?» Ты тут просто эмоционально страдаешь, эмоционально. Но ты даже не на фронте. Ты вот очень сугубо не входишь вот конкретно в боль каждого человека, ты просто вот страдаешь эмоционально, и в этом есть твоя вот эта вот самость. Ты ошибся, что это ты, сострадатель. И Христос явился ему висящим на кресте и спросил, «Разве ты за них распялся?» Ведь я за них распялся и продолжаю висеть на кресте за каждого убитого на этой войне, за каждого убийцу, который убивает. И за него мое сердце болит и кровоточит. И за каждую минуту, секунду ты видишь вот в этом пространстве всего лишь своим узким зрением узкий коридорчик, и тебе кажется, что ты так сочувствуешь. А я несу всю эту боль глобально, на себе, ежесекундно. И знаете, как это отрезвило молодого Николая Сахарова? И он стал продвигаться к тому, что начал жить скорбь мира не через свое эго «я», а через Христа, несущего ежеминутно эту скорбь. И у него сразу стало все на место. И обида к Богу прошла, и недоразумение. Я думаю, он просто опустил глаза и сказал «Господи, прости». Тому Христу он сказал «Господи, прости», которого увидел на кресте, висящего за каждого страдающего на этой мировой войне. И страдающего за тех, кто до этого жил, и за тех, кто впереди будет, потому что Христос вне времени, и Он живет историю человечества одним сегодняшним «я», коротким, как «аминь». Попробуйте пожить Христом, но это будет очень-очень больно, скорбно. Но у вас вот это «я» свое прекратится. Вы поймете, что вы до ничего не сострадаете. Это просто ваш эгоизм бунтует. Страдает Христос совершенно бескорыстно и в полной мере. Сразу молитва вернется, потому что молитва – это Христос. Когда молитва – это «я», она постоянно куда-то теряется. А когда молитва – Христос, Христос – стабильность, несокрушимость, неизменность. Учитесь жить Христом, исторические события. Сегодня мы недоумеваем, не понимаем, почему, Господи, вот как Сафроний, как молодой Николай Сахаров возникает, с таким, с протестом. Почему, Господи? Видим сегодня, не видим завтра, не видим послезавтра. Господь видит сразу весь отрезок времени. Он видит, что, может быть, впереди после этой великой скорби будет просвет. Иеродиакон Феодосий. Батюшка, помогите разобраться с тем, что священники нашей Церкви просят блаженнейшего Ануфрия не поминать Патриарха Кирилла, вообще выходя из Патриархата. Это раскол. Помолитесь за нашу многострадальную Украину. Отче, просто грядет время, когда могут прийти люди со своим правосудием. И хотелось трезво оценить «За Иисусова ли имя я стоять буду, так как я все еще хочу стать самураем Христа». Сейчас, естественно, в этих событиях все очень разгорячены. И в таком состоянии человек не способен трезво мыслить, потому что мы сейчас очень сильно раскачаны эмоционально. оставьте выводы на потом, когда все успокоится. А сейчас просто доверьтесь Богу, доверьтесь просто Богу, молитесь и не делайте никаких глупостей. Во время войны, говорят, надо усиленно молиться. А о чем именно? О прекращении войны? О победе России или еще о чем-то? Знаете, что я вам скажу? В молитве самое главное не ваша просьба, а в молитве самое главное – Христос. В молитве нужно найти Христа, а не изложить свою просьбу. Если вы не нашли Христа, кому вы будете просьбы свои высказывать? Или даже претензии? Вот мне недавно один человек неверующий сказал, если бы был Бог, не страдали бы дети, не умирали бы невинные. И он мне говорит с таким сарказмом, ну и где же твой Бог? Почему это происходит? Я ему искренне ответил, я не все понимаю в промысле Божьем, только безумец понимает все. Но трезвый человек всегда отдает себе отчет, что есть какая-то часть того, что он не может просто понять в связи со своей граниченностью, в связи с тем, что сегодня это нельзя понять, а потом он, может быть, когда-то поймет. И поэтому в молитве самое главное – Христос. если вы в молитве нашли Христа, если он у вас вот здесь, там не надо ничего ему объяснять, не надо ничего просить, если вы нашли Христа, которому вы очень-очень сильно доверяете, того Христа, которому вы можете сказать, да будет воля твоя, несмотря на то, что я что-то недопонимаю. Если вы нашли вот Христа, и у вас с ним сложились такие отношения, то ваша молитва о чем угодно, даже о войне, будет просто Иисусе, 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 Иисусе. А он тебе будет навстречу говорить, я слышу тебя, я слышу, слышу, слышу. Я слышу не твое слово, я слышу твое сердце, я слышу, что там у тебя болит, и это ты можешь даже не облекать формат слова, потому что я просто слышу твою боль, и понимаю, о чем она, она для меня оформлена. Ты не можешь, ты можешь не напрягаться, чтобы как-то попытаться найти формулу, как это мне объяснить. Не напрягайся, я все знаю, я чувствую тебя одной вот этой болью. Иисусе, Иисусе, я думаю, в молитве о мире нужны не мы, а нужен Христос. А в нашей молитве, мы даже в церкви стоим, и наша молитва о мире наполнена нашим личным, субъективным впечатлением оценки этого события, о котором мы молимся, субъективным, искаженным. Туда входит и гнев, и осуждение, и противоречие вот в эту нашу молитву. И вся картина искажается из-за этого. А Христос живет это одним простым взглядом. Алексей вот говорит, вопросов нет вроде бы, но хочется задать штук сто, чтобы дольше шла беседа, чтобы больше видеть батюшку. Представляете, какое блаженство было у преподобных, которые видели Христа. Они не хотели прерываться. И даже есть такая рекомендация, когда вот в твоих потугах об умной сердечной молитве вдруг происходит вот это состояние созерцания, не отвлекайся ни на что, остановись, продли это мгновение. Старшая сестра на скиту спрашивает монахиня Наталья, батюшка, благословите, прошу вас сказать несколько слов для сестер монастыря. У нас нет духовного окормления, постоянные разговоры на послушаниях, нежелание уступить и замолчать при ссорах, зависть, что кто-то больше отдохнул. А почему я, а не Только у нас есть духовный отец, который ставить может иногда одно преимущество. Простите. Идеальные ситуации в мире внешней нигде не найдете. Внешней. Ищите внутреннее Царство Небесное. Тогда, как Сафроний Сахаров говорил, у меня уже такой навык литургии, я могу ее на вокзале отслужить, и мне ничто не повредит. Поэтому внешние вещи, они, конечно, как-то на нас влияют, но нельзя вот задаться целью и найти внешние условия идеальные. Не получится. Это будет все относительно, но в какую-то меру. При отсутствии внутреннего ничего внешнего не найдете. Дальше. Ольга. Отец Сергий, благословите. Есть желание принять постриг в вашем монастыре, но по семейным обстоятельствам не могу пока жить в монастыре. Престарелые родители и сама я болею. Надо проходить химиотерапию, потом операция. Как-то молилась батюшке Серафиму и пришел тихий помысел, что Господь знает про меня. Вот и хотела приехать к вам принять постриг и уехать. Как в парикмахерской. Мы приезжали к вам осенью. Пошла в парикмахерскую, подстриглась и ушла. Олечка, прости меня, что я иронизирую немножко. Прости, конечно, я понимаю тебе, дорогая, что у тебя тяжелая ситуация, онкология и больно, и тяжело. Прошу прощения, понимаю. Может быть, эта мысль согревает твое сердце, дай Бог. Но, понимаешь, дело не вот в факте самого пострига, а дело, можно быть без пострига, но очень духовно жить. Конечно, сам чин пострига тоже что-то значит, но он, сам чин это второстепенное. Живи, как монахиня, каждый день. Вот, как будто у тебя сегодня совершился постриг, живи так. Дело не в постриге. Елена, отец Сергий, мой сын стал кришнаитом, оглянуться не успели, как он стал монахом. Не хочу потерять связи с сыном. Чем могу ему помочь? Я молюсь о нем, каюсь, что не дала духовного воспитания детям, сама его не имела, но уже поздно, дети выросли. Можно тратить время на печаль, а можно каждую секунду тратить время на молитву. Иисусе, 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 даже не надо имя сына называть, я вам уже говорил, Иисусе, Иисусе, и он тебе говорит, я слышу, я слышу, но слышу не слово твое, а слышу твое сердце. О ком оно болит? Я слышу. Ты можешь не облекать форму свою. поэтому не тратить время на печаль. Вы теряете время. Тратьте время каждую секунду на молитву. Иисусе, 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 и не ставьте Богу условий спасения вашего сына, что вот именно так он должен спасти. У Бога миллион способов. Он может его спасет на смертном адре как разбойника благочестивого, который на кресте умирая, спасся и вошел первый в рай. Не теряйте надежды до последнего. Уже, казалось бы, вся жизнь прошла, и ваша молитва не имеет успеха о сыне. Последний вздох пусть будет ваш Иисусе о сыне. И Господь может, все может. Бах, Господь настолько велик. Все кончились? Да, кончились. Слава Богу, да? Чолен, один еще. Да, ну, сейчас по рублю секретно. Инна Кемина пишет, «Меня все чаще посвящают мысли уйти из монастыря из-за нездоровой остановки. Я знаю, что не должна смотреть на других и на Христа, но это очень тяжело, когда почти все по другую сторону баррикады. Появилась одна сестра, которая духовно сильнее и выше, ее завидают. У меня была еще одна радость, когда нашла в вас ваши проповеди, но я от них пришлось отказаться, потому что это вызывает беззаресть. я хочу к вам. Я знаю, что немного смотреть по сторонам, по тому и по богам. И нужна помощь. Ой, 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 ой. Такие непростые вопросы и просто оборвать ее какой-то дежурной фразой духовной тоже будет жестоко, потому что действительно ей больно. И спровоцировать ее уныние, отчаяние тоже ответственно. Как бы найти такую серединку, чтобы не просто жестоко ей сказать терпи, когда там уже терпения нет, и в то же время не спровоцировать ее уход, если там еще остается какая-то надежда. Приезжай к нам в гости, мы тебя настроим и отправим обратно, как часы настроим. Господи, прости меня. Все кончились, да? Богу нашему славу, всегда на ней присоединяйте, и кофами. Блажите тебя Бога Род Удец Пресно Блаженную и Пренепоручную и Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова Род Шую Сущую Богородицу Тя Велича Афин Богородицу 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 Продолжение следует...